Почему у тебя опять неудача, потом партнер по жизни, а я не хочу с тобой души, ты не нравишься, а потом дети тебе говорят, ты не хорошая мама, ты не классный папа. И вот постепенно из нашей личности превращается в комок, блокированный, комплексный, нежеланный и раненый. Потом ты скажешь, ну, есть возможности как-то стать. Да, получается, я тебя люблю, говорит, мама, по-любому я тебя люблю, мама, и дети мне говорят, я не лето, я не лето, но иду, но и другое. И мы как-то стараемся опять навеляться среде и опять открываться людям. И у нас получается, потихонечку, потихонечку, но когда ты говоришь, ты раньше был лучше. Как-то было оптимистичнее, с юмором. Мы все такие, какие остались после травмы. Но, ребята, не существует людей без травмы. Есть люди, которые решают для себя встать выше этой травмы и превратить ее в благословение. Если вы их признак хотите узнать таких людей, вы их найдете. И просто вы будете в шоке от того, как они умеют бороться за свое счастье. А знаете, почему они это делают? Потому что они понимают, что они, они являются творением Бога. И когда ты понимаешь, что Бог сделал для тебя, Он бросил небеса, пришел тут, страдал, умер за нас. То как ты имеешь право себя не любить? Как ты можешь сказать, что ты недостойный, будь счастливым? Это люди, которые... Дьявол так красивый и психолог... Очень хороший человек. Он всегда скажет, ты недостойный от этого. Не подходи к Богу, стой там, потому что ты недостойный от этого. Но Он так и сказал, ты можешь убить ближнего, только после чего? Полезешь в себя. Потому что ты не можешь дать любовь, и сама в тебе не живет. Только когда ты повернешься к себе и приняешь себя в таком, кем ты есть. С чертами отрицательного характера. С травмой в одиночестве. Но ты понимаешь, что в тебе есть искорка, в тебе есть частичный Бог, как Бог. И вот тогда ты станешь. И скажешь, я хочу в тебе Бога. И тогда вся Вселенная, вся Вселенная тебе выдается. И ты это почувствуешь. Просто станешь и будешь жить. А я бы еще хотела сказать, что когда действительно человек принимает, потому что мы сказали, что я дитя Божий, я хороший, у меня Бог может быть таким, какой я есть. Тут даже больше не появляется желание в комнате искать какие-то отвлекательные черты. Я живу, я счастлив, я не хочу видеть, например, другого. Я наоборот буду так живу, как Бог видит. Он не маленький, крупный видит чего-то хорошего. Я точно так же буду разглядывать, будет ли это хорошее. Мне кажется, это очень хороший опыт и такой пример, как стать тем человеком, который может загнать человека в комплекс, или в комплекс из-за человека. Костина, это моя модель. Это моя цель пожить, мне искать в каждом человеке, что это классно. У меня получается, потому что люди говорят, что нет. Но как ты можешь разговаривать с этим человеком? Это в нем ничего нет, не абсолютно, не внешность, не внутренняя. А это вызов, это вызов, это человек есть, он создан, у него есть дар жизни, у него есть своя миссия. Я не знаю, какая, не обязательно как-то, обязательно жить, кому-то подавить, еще что-то. Кстати, есть такой комплекс смеси, знаете? Комплекс Салватору. Спасителя. Спасителя, тот, который старается, и он не может жить из этого. У нас столько подростков, которые чувствуют, что они проходят жизнь без какой-то миссии специальной, он не так готов кого-то спасать. А, ты решил спасать себя. Потому что он только так может спасать кого-то. Начинает с себя. Это так классно. Спасибо большое. Примея без полезности. Как вот, будучи человеком восхищен, как правильно реагировать, когда нас задевают, внушают, что у нас что-то не так. Мне очень много людей заговорили, немного всего. И я сейчас пытаюсь с этим бороться. И вот как мне, будущим уже даже взрослым человеком, работать с этим моментом? Я бы так просто, что это, кто это говорит? Это кто? Играя с авторитетом для тебя? Это первое, можно сказать. Это тоже первое ожидание.